друзья мои дорогие всем добрый день те кто прошли или сейчас проходят через отношения с нарциссами или нарцисками очень тяжело принимает вот эту вот реальность вот эти факты что человек очень лживый что никогда те самые иллюзии которые транслировались они не сбудутся и не реализуются что никогда демо версия не превратится в какую-то полноценную историю наполненную вот этими всеми прекрасностями и на каком-то этапе можете себя чувствовать заложниками вот этой вот истории вот этого романа но помните что нарциссы сами в первую очередь заложники придуманные ими реальности заложники вот этого фантазийного мира который они же придумали многие из вас сами нередко делятся наблюдениями да и многому уже с вами с разных ракурсов на эту тему говорили рассматривали и и что нарциссы живут в каком-то своем мире и там по-разному может быть там какие-то нереально нереалистичные куски пересекаются с какими-то фактами там какие-то сценарии там а какое-то странное описание других людей самих себя это действительно есть то есть они создают свой мир так в том числе и работает их психика она защищает их хрупкое эго нарциссы сами пишут свой сценарий и верят в то что этот сценарий является правдой например там где они короли королевы боги богини где они лучше всех они кита всегда супер молодые все их хотят всем помогают и все на них влюбуются и прочее они правда в какой-то момент заигрываются они начинают активнее подтягивать людей свой сценарий а кто-то не хочет а кому-то просто не надо просто не интересно во всем этом участвовать в нарциссах начинается протест начинается нарциссический гнев плюс их лживость нарциссы сами верят собственное вранье они на какой-то момент могут вообще забыть чего кому брали и они уже сами воспринимают это как какой-то такой кусок реальности настолько убедительно все это говорят и конечно же тех кто особенно не очень близко их знает это прям ну как-то так знаете убеждает что ли люди что там пытаются сохранить доказать плюс если нарциссам какие-то факты не выгодны они отрицают эти факты этого не было а это было вот совсем не так вот это это и все врут все неправы это всем не так завидуют на самом деле в легкую что такое происходит плюс вообще многие нарциссы прям немаленький такой кусок жизни проводят фантазиях там они до проживают какую-то свою реальность они убегают от настоящей действительности все многие из них играют в отложенную грандиозность когда реальные какие-то действия в настоящем заменяют фантазиями о том как вот она вот должно быть какие они прекрасны и все такое плюс если вы отказываетесь нарциссам подыгрывать если вы вдруг задаете какие-то неприятные вопросы они очень обижаются мыстят ножками стучат и все такое все это проявление такого большого дам конгломерата это некая такая фантазийная реальность нарциссов то есть это целая вселенная нарциссы так прячут свое хрупкое эго нарцисса так пишут нет некую такую картину в которой им хорошо в которой они вот вот только в самом выгодном свете с реальностью они сталкиваются не хотя для них это действительно спасение до какого-то момента в то что в тоже можете им подыгрывать вы тоже можете во всем этом участвовать но потом когда вы поймете бредовость даже опасность пребывание во всем этом вы уже тогда какие-то значимые шаги сделаете на выход и вряд ли наверное захотите во все это возвращаться вам просто это будет казаться бредом будет казаться абсурдом но понимаете в чем очень такой важный ответ нарциссы они сами заложники вот этого всего им из этого не выбраться они и не хотят особо выбраться и они не готовы какие-то альтернативные механизмы использовать поэтому вот зная и понимая это все не стоит пытаться нарциссу что-то доказывать не стоит пытаться насильно нарцисса тащить в какую-то реальность бесполезно оставьте их в покое пусть они живут так как им хочется так как им надо они не готовы воспринять вот эту вашу правду то есть что из что значит вот то что нарциссы заложники вот этого своего же какого-то фантазийного мира своей же фантазийной реальностью реальности они просто отрицают какие-то невыгодные непривлекательные для них куски реальности это могут быть целые периоды жизни это могут быть какие-то обстоятельства какие-то слова но рано или поздно их реальность это накроет и они далеко не всегда смогут из этого выбраться и не всегда рядом будет тот на кого можно будет паразитировать на кого можно будет переложить обязанности переложить ответственность они разращивают свой идеальный образ и под это подтягивают определенные декорации но все это лишь образ лишь декорации подходящие свита подходящие условия но рано или поздно и свита тоже частично отваливается и условий таких подходящих нет и для нарцисса невыносимо сталкиваться с тем когда уже все разваливается расклеивается вот этот картонный трон там непонятно какой фольгой обмотан и они до последнего пытаются убеждать окружающих в реальности происходящего нарциссы сами себя активно подпитывают легендами фантазиями какой-то такой знаете переоценкой ситуации о все меня хотят у меня миллиард друзей я всем нравлюсь все мне завидуют они же сами где-то как посмеши какой-то выглядят они сами не могут где-то скажем так адаптироваться в какой-то ситуации они с одной стороны вроде как этим контролируют ситуацию но это просто их игрушечный мир дура ставили они этих куколок этих солдатиков пластиковых ну и что дальше то этот игрушечный мир он не может принести результатов потому что все мы живем в реальности а плюс нарциссы разные сценарии и сюжеты придумывают на одну и ту же ситуацию и в общем то потом и попадаются на вот этом вот несоответствие им сложнее выбрать какие-то там методы приемы то есть они сами же заложники своей же системы они сами путаются в показаниях и заканчивается все тем что люди просто не хотят им верить уже их не воспринимают всерьез им сложно решать реальные проблемы и брать на себя ответственность до какого-то момента кто-то решает за них эти проблемы потом все потом не хотят и нарциссу приходится не сладко они тяжело переживают когда кто-то оспаривает их картинку реальности это у них занимает немало прям отбирает ресурса они негодуют они в нарциссическом гневе плюс большую часть как раз собранного из нарциссических кормушек ресурса нарцисс как раз и тратит на поддержание вот этой фантазийной реальности да не созидание не на какое-то удовольствие есть те кто нарциссом просто льстит просто подыгрывает в их этого в этом фантазийном мире кто делает вид что верит в их сценарии это люди которые в итоге юзают используют на самом деле нарциссов и нарциссом на самом деле а очень тяжело от этого приходится и плюс мы с вами же много раз на эту тему говорили им бумеранги то прилетают их бумеранг это в принципе их жизнь рано или поздно они все равно сталкиваются с еще большим страхом разоблачения страхом уже быть не на том месте которому они привыкли и прочее помните что все это прозри про незрелость про инфантилизм и уход от ответственности это человек с которым невозможно строить здоровые нормальные отношения это человек который сам рано или поздно будет огребать за все это но кстати не факт что поймет скажем так что действительно какие там первопричины на чем нужно работать поэтому там не нечего им завидовать и нечего им подыгрывать друзья мои дорогие если вам будет нужна моя помощь как психолога как психотерапевта буду рада видеть вас на своих онлайн консультациях мои контакты внизу под видео пишите мне в мессенджерах и узнавайте условия проведения консультации всем пока всем до скорых волнующих встреч